по мой взгляд здесь люди ну как-то понимают что ты приехал с другой стороны тебе тяжело ты в стрессе и они и все тебе помогают вот прям все даже если ты захочешь в любую инстанцию начинаешь тупить и тебе там по-испански человек на ресепшене там или еще где-то начинает что-то спрашивать и ты не понимаешь рядом все равно кто-то из людей встает и начинает говорить либо по-английски либо по-немецки и предлагать свою помощь переводчиков просто транкилла транкилла сверху школа начальная первые три класса а снизу садик и дети ходят в садик а потом идут в школу сразу с садика дружит они с самого детства а это вот они стали на таких матрасах распилают вдоль и его класса телят простынки кого это есть плет и спят на полу это был самый большой шок но как-то мы к этому уже привыкли розовый это наш она иногда болтает с людьми в магазине меня это поражает то есть тут все априоли любят детей и собак то есть это две святые коровы дети собаки могут делать все что угодно и вот если видят девочку мальчика они обязательно там от бабушек до молодежи разговаривают с детьми говорят какие они хорошенькие божечки какая прелесть и естественно начинает что-то спрашивать и она там отвечает и так как я немного понимаю я понимаю что он отвечает папа но в основном конечно надо выцепляет русских даже там у они русские и вообще в аргентине с работы все плохо то есть во первых если вы не знаете испанский сюда лучше не ехать если у вас нет какой-то удаленной работы это вот прям сто процентов понятное дело есть исключение вот лена там в сфере красоты работает но она сама больше расскажет здесь можно на русских работать но то степла и на иммигрантов самая смешная дома не строят вручную без техники они все заливку делают вы нас мусора вы нас земли и все вручную делали поэтому квартиры такие дорогие сметаны нет но есть этот вот этот сыр ну такой есть сыр кремоса он называется кремовый сыр он как бы между творожным он и не творожный и не сметана можно использовать нормально и не крем чиз короче он борщ мы его кладем чего нет творога такого нет но есть рикотта рикотта наверное ну при если там сильно соскучился по творогу можно сделать из рикотты сырники но плюс есть много русских ребят которые сразу же на этом начали зарабатывать можно заказать пельмени творог квас там не знаю квасшеную капусту соленые огурцы мясо горячего копчения на дровах и и ну Субтитры создавал DimaTorzok